Начну с повторения обзначения косинус 2π 9 на n плюс i синус 2π 9 на n. Это то же самое e в степени 2π это корень n в степени из единицы, всего на окружности n корней, то есть на самом деле у нас есть окружность сито, корень n в степени из единицы, вот он здесь есть. Все другие формы, это его степени. Давайте начнем с задачи m50. Это задача кванта с 1170 года издается. Эта задача была на всесоюзной математической олимпиаде с 1170 года для 10 класса, тогда 11 класса не было, для самого старшего. Вершины правильного н-угольника покрашены в несколько цветов, так, что для любого цвета точки этого цвета образуют вершины правильного н-угольника. Докажите, что для каких-то двух цветов точек одного цвета столько же, сколько точек другого. Повторяю, вершины правильного н-угольника покрашены несколькими красками, каждая одной краской, так, что точки одного и того же цвета служат вершинами некоторого правильного н-угольника. Докажите, что среди этих н-угольников есть два конкурента. И на всесоюзной математической олимпиаде она тоже была в качестве одной из самых-самых-самых трудных задач по старшему классу. Я говорю, что тогда делал 11, то, что сейчас называется 11, я тогда назвал 10, да? Сочесоюзная олимпиадка мотивации. Для вас, конечно, это вообще никакой трудности не представляет. Потому что вы помните, что если мы складываем векторы, то получается ноль. Ну, почему получается ноль? Потому что эта система выдерживает поворот на одну н-ную часть полного угла. И значит, если бы сумма была, то она при повороте на такой угол должна была бы переходить сама в себя. Ну, а только нулевой вектор обладает этим устройством. Замечательно. Значит, сумма этих чисел равна нулю. И, следовательно, мы можем решить задачу в 50. Правда? Потому что так не только для нашего исходного многоугольника, но и для любого правильного многоугольника. Если не догадались, давайте я все-таки расскажу на точное решение задачи. И если у нас есть многоугольник, вершины которого окрашены в местных цветов, я не буду писать, потому что конкретные краски, как они к нам окрашены, то мы можем сделать следующее. Рассмотреть всевозможные вот эти возникшие правильные многоугольники и из них выбрать тот, в котором меньше всего вершинок. Итак, пусть К – это наименьшее из количеств вершинок. То есть у одного многоугольника одно количество вершинок, у другого – другое. Но вот из этих чисел можно выбрать наименьшее. И возведем все числа в катую степень. Рассмотрим такое отображение, которое любое комплексное число Z переводит в Z в степени K. Ну, что это значит на окружности? Модуль же здесь равен в индийце, поэтому сходы ничем не происходят. Это означает, что если у нас был какой-то угол, то превращается в K-F. Замечательно. Если был K-угольник, то этот угол был 2P разделить на K. Замечательно. При возведении степени увеличился в K-раз. Значит, все вершины K-угольника склеились в одну. Отлично. Получился какой-то вектор к радости K. То есть на самом деле K умножить на такой вектор. Замечательно. Если кроме этого K-угольника был еще какой-нибудь K-угольник, то ничего страшного не произойдет, потому что этот вектор мог быть компенсирован полуравноднаправленно. Но представьте себе, что это самое наименьшее количество присутствовало только один раз. То есть представьте себе, что был правильный многоугольник, вершины которого раскрашены так, что когда берет любой конкретный цвет, возникает правильный многоугольник, и при этом все эти правильные многоугольники с разным количеством вершин. Так вот, тогда этому наименьшему числу K будет соответствовать 1 на гугольник. И, ребята, когда вы возвели все вершины в K-угольник, то вы получили вместо чисел 1 Z, Z квадратный, вы получили такие числа. 1, Z в степени K, Z в степени 2K, то, что 1 в K и 1, Z в степени K умножить на 1 минус 1. Но это георгическая профессия. Или, если угодно, это правильная система векторов, это то же самое. Поэтому это равно Z в степени Kn минус 1 разделить на Z в степени K минус 1. У нас K меньше, чем N, поэтому знаменатель не равен двух, а вот числитель нулю равен. Это 1 минус 1, деленная на Z в степени K минус 1. Это вот. Таким образом, мы получили решение задачи. Я не хочу сейчас много времени на это тратить, но я очень прошу вас продумать, потому что такие обсуждения о страхе и системе векторов, они очень полезны. Мне это нужно просто для того, чтобы сейчас напомнить вам, в принципе, чем мы занимаемся, что у нас есть корни из единицы.